Егейминг Бэтс Егейминг Бэтс Санлайт Привет, Кирилл, ты здесь? Раз, раз, раз Алло, алло Так, раз, раз, раз Кирилл, слышно меня? Добрый-добрый день всем, дорогие друзья Добро пожаловать на плей-офф европейской квалификации Team Secret против НИП На ваших экранах у микрофонов Баффик и Санлайт Привет, Кирилл, здесь ли ты? Привет, Алексей, да, я здесь Отлично, супер, прекрасно В общем, что можно рассказать, Кирилл? Что ты знаешь вообще о европейской квалификации? Ты, по-моему, больше меня ее комментировал, если я не ошибаюсь Не ошибаешься Да? Я вообще ни одной игры просто европейской квалификации не комментировал Захватил парочку, так параллельно поглядывая, когда комментировал СНГ Но, если честно, сказать, что прям хорошо следил и пристально нельзя Но, собственно, будем втягиваться Secret, мы прекрасно эту команду знаем Мы с тобой ее видели в Китае Что касается команды НИП Ну, мне кажется, здесь чуть-чуть меньше у нас должно быть информации Но, тем не менее, команда тоже не молодая, скажем так Просто тег немножечко сменился Ну, в принципе, да Я, кстати говоря, тоже не видел ни одной карты из Европы Так как мое внимание было Уделено больше СНГ Да, и комментировал я СНГ Ну, в принципе, я вижу, что у Secret не особо что-то меняется Они либо пикуют игра, либо банят его Ну, видим мы Кентавра в пике Да, ну, в общем-то, ничего нового по Кентавру Интересно, что НИПа пасаются Эмбер Спирита от Secret Ну, медведи Ну, так же, как и Медведи Медведи, да, само собой Ну, Медведи сейчас все пасаются Знаешь, Эмбер Спирита не часто банят Это скорее бан против Медвана нацелен все-таки Он на этом персонаже действительно хорош Не часто мы видим в последнее время бан в первой стадии Эмбер Спирита, так точно Кристал Мейден Вот НИП сразу же Интересно, с чем будут сразу забирать Ну, сейчас СМК это довольно-таки сильный субпорт Она сильна в любой стадии игры Но по поводу Медведя все равно стоит сказать, что Team Secret с ним очень хорошо играют И поэтому действительно Прямо его стоит 100% банить Нежели другого какого-то героя Это да, это да Ну и Дарксир Впрочем, вот эта комбинация, пожалуй, весьма неплохо для Дарксира Подходит, потому что Дарксир немного пострадал С последними патчами по мане Но Кристал Мейден возмещает все эти проблемки Минимальные Часто мы видим, как Дарксиру добирают Кристал Мейден в этом патче Ну да, но только добирают, существует, кстати говоря, третьим пиком Обычно это вот связка такая Дарксир-Эр Спирита Да-да-да, верно-верно СМочку редко у нас прям на первой пике берут Да и не банят ее, если честно, особо во второй стадии Поэтому у них тут просто как-то супер пассивно к вопросу подошли Решили не открывать все карты Забрали себе саппорта, в котором уверены И взяли оффлейнера То есть как-то безактивные четверки пока что Но с другой стороны, вполне вероятно, Сикрет могут и Эр Спирита забанить Я не уверен, есть ли у них прям такой исполнитель на Эр Спирите, которого стоит бояться Но я думаю, что сейчас уже большинство команд приучились на нем играть Исполнители все более-менее выровнялись по уровню Есть, которые, конечно, выделяются Ты имеешь в виду Нипов? Да-да-да Ну, Нипов вообще... Ханя играет на четвертой позиции Но да, я не видел, чтобы он играл конкретно на земеле Ну вот Синдерен вроде бы исполнял Но он исполнял так, посредственно Ну и Синдерен, да, у них обычно играет в пятой позиции В основном он такой прям, все для команды, ничего для себя Он, причем старая такая какая-то олдскульная пятая позиция Которая обычно вообще собирает какие-то, я не знаю, там Крошечки Объедки доедает, в общем За командой Котла банят Нип Ну, кстати, инвокеры тоже в ренмата открыли Сикрет достаточно, с другой стороны, почему нет Они понимают, что открыли оффлейнеры Нипы Нюкса, скорее всего, не будет Ну и сейчас инвокер довольно-таки силен Против любого мидера Да, если с помощью, так вообще Ну и нагу убирают, что интересно Сикрет И хотят комбинации увидеть еще Тут много кого еще, конечно, можно Нипам добрать, чтобы усилиться Ну, в целом, опций хватает По мидеру, возможно, Сикрет стоит там тоже кого-то убрать Возможно, какой-то ОД будет здесь мешать им Не знаю БХА банят Нип Ну да, Тим Сикрет довольно-таки часто играют Ну и плюс вот это постоянный скаут От героев по типу БХА Под инвокера, под сенстрайк Весьма неприятная вещь может быть Плюс будет напрягать там ту же ЦМку Если она будет выходить, там, подфармливать лес Или четверку, которую Нип собирается брать Дарксира того же, если он будет с линии отходить, например, вдруг Напрягать Да и в целом, Тим Сикрет очень хорошо с БХА играет Примечательно то, что Пупей начал играть на БХА чаще, чем раньше, скажем так В основном, пайлайдай исполнял как раз-таки на БХА Я заметил, Пупей сейчас неплохо разыгрался Вот еще на Шанхае Вот как-то перед этим у него какой-то период небольшого спада был, минимальный Ну а потом Пупей что-то вновь форму набрал Ну он решил в паблике поигрывать Все закономерно Довольно-таки Ну не сказал бы, что я его часто вижу в пабликах Но тем не менее, вижу А это уже хорошо Это лучше, чем не вижу Да, это лучше, чем ничего Тинкера банят еще Сикрет Все-таки больше этого персонажа в центре опасаются Ну ждем, возможно, четворку от Нипов сейчас Какую-то активную, чтобы не раскрывать Хотя, с другой стороны, уже можно и мидера раскрывать при желании Учитывая, что инмокер есть у Сикрет Понятно, что он в центр пойдет Скажу, мне кажется, Сикрету никаких быть не может особо Ну это больше такой сигнатурный бан Тинкера был Так как есть в команде Койкова Ну и, в принципе, Нипо и с Тинкером играли Они играют с ним как КВшки, так и оффматчи Всегда неприятно играть против этого персонажа Интересное решение Титана мы не часто видим в последнее время Каких-то явных там Конкретно героеву Сикрет нет Против которой Титан супер силен С другой стороны, есть неплохая комбинация под Дарксира Под ту же ЦМку, можно так сказать Все верно Ну, Титан немножко, конечно, порезали Ну, не немножко, а достаточно сильно порезали ему пассивку То, что на иллюзии это теперь только магический Скажем так, резист снимает А физически надо вплотную сумму попадать Ну, с другой стороны, и не видим мы так часто уже Много иллюзий, может быть Ну, не знаю Это очень сложный вопрос Возможно, он редко появляется сейчас Потому что не столь популярен Не знаю Мне кажется, все равно Нет, почему? Он просто против корт персонажей С большим количеством белого армора Он стал бесполезен Пять секундов Это верно Тут ты прав Не поспоришь Висп от Сикрет Действительно, сейчас активность будет очень высокая У команды Сикрет в мидгейме Ну, один из их сигнатурных героев Висп В принципе Ну, редко-честно, они играют с ним Плюс играют они уверенно Они играют с ним вариативно Они не перевязываются конкретно Какой-то связка героев Они постоянно роумят Висп такой Который помогает на всех линиях Кстати, вчера интересно Комментировали мы две игры Фрэнс Вчера на первом канале И наблюдали Виспа Талохи Который на первом уровне берет талон И просто в лес идет фармить Где-то он там довольно быстро набирает шестой Себе минуты к седьмой Там к шестой уже шестым уровнем Довольно веселый шарик получается Ну, там третий левел На второй минуте выходит И боттл Так плохо Потому что ты не вороешь экспириенс У других Ну, это если никому помогать не нужно Тогда это, в принципе, может поработать Но если кому-то нужна помощь То тут, конечно, не разгуляешься Алхимик для НИП Мне кажется, хороший выбор Весьма неплохой здесь Алхимик Какой-то такой, прям, неприятный Против него комбинации особо нет Ну, инвокер может немножечко напрягать Но это тоже до поры до времени Ну, в принципе, секрет нужно теперь подумать Над своим коррегероем Который был бы не блок И против алхимика И по игре в целом Ужса Вы вчера видели, как Нави С Джиггернаутом Круто работали против алхимика Действительно, Джаггер очень силен Как оказалось Против алхимика Причем, начиная с мидгейма И где-то до лейтгейма Действительно Здорово он работает По алхимику Не всегда мы видим Как так жестко алхимик страдает Ну, Джаггер вчера Шестью слотами Прямо издевался над алхимиком В лейтгейме Ну, там спорный момент Мне кажется, что Конкретно плохо отыграли Фрэнс Будучи Имея такого алхимика Расфарменного То это их косяк был По большей части Ну, Тимбер Пожалуй, в том числе Да, пожалуй, в том числе Тимбер Ну, заметь, Кирилл Что нет у нас Какого-то сильного Такого суперкора Да, нацеленного На лейтгейм особо Ну, инвокер неплох Плохо и в гейме Понятно, Тимбер Тоже, но Мне кажется, не сравнится С тем же, там, Джаггером Пускай и с каким-то Ярким кором Не знаю Не знаю Хотя, возможно, Тимбер Более активно играть И более быстро Игру закончить Ну Ну, тут инвокер Будет основной Боевой мощью Но Мне кажется, Урса Смотрелась Неплохо Ну, да Сейчас мы уже Вряд ли увидим Такого героя Подобного Тут уже остается Что-то типа Пятая позиция для Сикрет Пятая, четвертая Визу того, как Виз будет играть Те, ну не исключено, что будут какие-то махинации с Кентавером Кентавер-суппорт Тимбер-офф-плейн Кручу-верчу Запутать хочу Ну, в принципе, это возможно Да, исключать такое Не стоит Но Так Ну, Урсу сами Сикрет забанили Поэтому я думаю, махинации Мы как-то не видим Я не Я в расстельности Я не знаю, что сказать Ну да, будут действительно Стараться действовать как-то агрессивно Постоянно давить этого алхимика Кто-то лвла получит Ну, тогда нужна еще какая-то четверка, по идее Сильная Не знаю, мне кажется, Виз будет от Пая Здесь вряд ли Пупей будет на Виз поиграть Нужен Пупей и Синий персонаж Который тоже может и урон немалый внести Возможно, мы, кстати, Вич-Доктора какого-то увидим Мне кажется, он здесь неплохо вписывается в Драптор Ну, может быть Может быть Драк еще не так плохо смотрит от из Раптора В принципе Но Это меня смущает то, что у Нипов есть хороший деф Если будут нападать, они могут спокойно защищать героев Обмазывает Ну, интересно Интересно, как они это все будут исполнять К слову, он смотрится на бумаге очень неплохо здесь в плане контроля Очень много АОЕ у Нипов, которые можно просто подойти, там, Крапаса нажать И Просто там оглушить героев, которые тебе нужно просто сделать Драксира можно оглушать таким образом Титан, Алхимика То есть, ну, при желании Никс может быть супериннисатором здесь Да Ну, я думаю Венга Это Венга Кор Они часто, да, таки играют с ней Опять же По моему опыту кланваров с ними Я ее часто видел, да и вообще Вроде бы они на квалификациях тоже показывались с ней Ну, посмотрим, как они исполнят Мне нравится пик Нипов все-таки больше У Team Secret очень все на исполнение Да, мне кажется, здесь вот Такого яркого плана Б у Secret нет Если где-то вначале не заладится Будет очень тяжко Ну, опять же, у Secret тоже довольно-таки сильно лейтгейм В связи с тем, что я пока не вижу, чем убивать этого Тимбера Если вот он берет айтемы Возможно, немного Венга в этом плане ослабила Нипов Чуть-чуть, мне кажется Все-таки Венга это более тоже активный кор Не знаю Возможно, что-то посерьезнее здесь было бы Лучше Ниже Венга Так что я с тобой соглашусь Ну, куда они стали растопешиваться? А, нет Венга летит на бот Уже отставить вард На топе также Затопешился Синдерен Дропнул лобс на хайграунд, чтобы не заходили в спину Прочекала Венга уже кизу Сейчас он поставит вард, скорее всего Нет Не дала ему Венга поставить Да, ну, впрочем Один Сентри Вард Он поставил Заблокировал отвод Большого лагеря крипов Ай-яй-яй Стоит Ай-яй-яй Да, это вдвойне обидно Вард, по идее, разобьет Кентаврик у нас Да, она сразу увидит Все страшно Это вдвойне болезненно 30 секунд В борьбе Впрочем Не критично Абсолютно для них Я думаю Немного неприятно Но тем не менее Кстати, заметьте У Пайл Эйдая как раз таки есть Этот аэрон талон Он будет сразу в лес Тоже пармить В общем, не зря мы про Аллох Успоминали только что Про вчерашние игры Команды Фрэнс Ну, это имеет место Ты не воруешь экспириенс Очень быстро вывозишь Боттл Ты тоже довольно таки быстро Отфармливаешь И сможешь ротироваться по карте Именно, именно Да и помогать ему тут особо Никому не нужно То есть там инвокер себе Постоив на старте Ему много помощи Не надо Я думаю В легкой линии Тимберу тоже особо Подмога не нужна Там есть кому помогать Интересно Буз показывает НИП Алхимик скупленный Телепорт Забирает одну баунтерну ТП-шится Забирает другую И идет мид Ему стопит крипов Элдер Титан И он практически Имеет Выровненную линию Да, по сути Боттл готов сразу же Надо там двух крипов добить сейчас Будешь когда будет Интересно Какая Буз Я как-то Ничего Ничего Я не видел вообще его Крик Я продвигал Как-то такую тему Но Ребята с которыми я играл На тот момент Они говорили Что это не целесообразно Но Видишь какая-то команда Использует Вообще На самом деле Это же очень целесообразно Если так математически посмотреть То это очень целесообразно Если тебе не нужно Другому Какому-то герою Забирать баунтерну То почему бы и нет Получить лишние копеечки Для алхимика Приятно Кто копеил Ну Синдерон сбежал Во вражеский лес Встречает его Купей Сразу Погоняет Это наша территория Ну а Тем временем Вистип уже второй левел На минуты двадцать Почти зафармил Еще один пак Застаканных крипов И получить с него Возможно третий Заметь еще Кстати Что Пока Кезу никак не напрячь На легкой линии Вот это тоже Мне кажется Одна из проблем Винги здесь Потому что Кентавр получил достаточно Несложную линию То есть он стоит здесь У него особо Парочка СМ и Винга Особо ничего делать не могут Они напрягают Он сейчас пытается прогонять Но Убить Это вряд ли Но почему У них Хороший потенциал для убийства Они уже выбили весь хил У него была фласка И четыре танга Сейчас он без хила Конечно еще остается Шрайн Но Убить можно Убить можно Центральная линия Мидвана Очень напрягают Здесь И Синдерен Выходит постоянно Пробрасывает Астрал Спирит И Асид Спрей Алхимика тоже Вечно Сейчас будет нападение В миде Через Виспа Кентавра в инвизе Висп уже Третий левел Ему немножко помешало Конечно получить его Синдерен Но сейчас вот убивает Запросто Да Это первая кровь для команды Сикрет Всегда пытался помочь ему Союзнику Но не только было Бридван дальше страдает От Эсид Спрея Можно конечно отойти Можно святыню поражать Тем более тут три героя Все вместе Эффективная святыня Эффективная святыня Получится Ну вот Как я и говорил Довольно таки Быстро Висп получает Боттл Ну тут еще С руной Конечно повезло Ничего не скажу С баунти Или с какой Не не я с выноневидимостью Я веду А Ну да Но с убийства Висп мало чего получил На самом деле Сейчас Это понятно Да Это понятно Троем Ты почти ничего не получаешь Да Причем Действительно И после бутылки Он очень быстро тоже Набирает Продолжает фарм Постоянно То есть Висп он такой Прям активный Лесной фармер У Тарксира Уже появляется Солвинг Нужно Чуть активнее напрягать Тимбер Тимбер Немножечко страдает На мой взгляд Против Тарксира Как бы там ни было Обычно у нас силен Против физ урона Здесь магический Его напрягает Но у Эмпи Хватает ригена Свой Родной С проективного армора Ну плюс у него два манга Еще Ригена Поймали Кстати Эмпи Я здесь Ну у них хватает Рассказка Для того чтобы убить Ну тут и Титан подтянулся Да конечно Втроем тут Более чем достаточно урона Подошел Пупей К Виспу На пару теперь фармят Еще Пупей немного золота Получил Тупей Тоже у нас сейчас активно Попробовать перемещаться По карте У него есть ботиночек Выход на койку Готовится в центр Похоже От команды Сикрет Сейчас заметит Пупей Титана Кейн Руну не забирает Поддает виспу Понятное дело Санстрайт Под оггушение Отлично Справляет с Титаном Команды Сикрет Очень красиво Сыграно Прям один пробежал Второй забежал Третий потянулся Висп тянет Да Висп Паляет Так Я честно скажу Вроде как фростбайт Но дальше идти Весьма опасно Висп заберет сейчас руну Они здесь бессилен Да уж Круто пока У Сикрет все На старте Висп Подстрял Причем атака Вингу пошла параллельно Раз Пока два саппорта Атаковали Виспа Винга забирает в итоге Виспа Потягивается к Кезу Эра погибнет Это без варианта Хотя Не цитата Дэбл Эдж выдает Кезу Атаковал Кристалл Мейд Возможно надеялся на то Что заденет там как-то Но добивается Никс Ассасин Сикрет Здесь выходит В положение Титана поймал Кентавр Хорошее оглушение Дэбл Эдж с недавно тоже забирают Сначала оказалось Что не все идеально исполнили Сикрет Да Но потом как-то Взяли Слишком все хорошо Получается делается Сикрет Мне нравится Как Пупеет играет У них вообще не капельки Сомнения Станы все попадает Все точно в цель Да И у него кстати Через Тома нет Будет энердж бустер уже И соответственно С маной проблем вообще Не будет У Купея Дали забрать инвест Самочка ушла Разбила Не успел Купея среагировать Сейчас зафармят вот кемп Будет заюзана баунти руна И Кубис получит шестой уровень Да Давай посмотрим Как там дела у Мидвана У Мидвана Лучший крипстат на карте На секундочку 43 на 17 И уже практически Имеется Миддас Да уж Сикрет Прям на старте Радует глаз Тимбер Смотри по фарму Не уступает инвокеру Тоже Практически все Что нужно слини Вывозит сейчас У меня по протектору Рикси Не напрягает уже Никак абсолютно Тимбера Вот на старте Попытался Но понятно что Сейчас уже это Бессмысленно Кентавра планировалась Так и внизу Кентавра уже идет Телепорт Здесь Пупея рядышком Пупея пятый с половиной уровень Скоро и выходы в Вендетте Мы увидим Ну кстати сейчас заметили Пупея на Варде Что перемещение его в центральную линию В Койква Не пропустят В Койква есть поддержка Поэтому Не сильно пока так Убегает Не сильно аккуратничает Кстати перетяжка от Тимбера идет С верхней линии Варажский лес Вместе с Веспом Выходит на святыню Сейчас встретят Алхимика Так вот не собирается Просто собирают его фарму Вот и все Рабочая схема Да Летит уже Мидас к Мидуану Стампит На боте нападение Сразу же летит Тимбер С Веспом Ну и тут приплыла А нет Хороший свап Делал Эра Продолжает спокойно И классно сыграл Титуан сейчас Может на развороте Может на развороте Бежать Да Так и делают Кентавер Получает стан Колба Ну и он приплыл Классно сыграл Эра В этом эпизоде И главное что Синдерон Потом тоже помог Когда Тимберчейн выдавал Тимберчейн А вот проблемы на топе У Трикси Вернулись в Веспу и Тимбер Подтянулся к ним Никс Асасин Естественно И вновь Пупей Не промахивается Здесь конечно проще Было выдать Замедленный Дарксир Но тем не менее 3-6 счет на старте Сикрет Внизу казалось бы Ошиблись Но вверху Ставили с Дарксиром Не то что бы ошиблись Просто сыграл хорошо Эра Имеется уже Алхимик Атиата Левел 900 монет Армлет Ну Вроде бы все Потихоньку Идет и для НИП Но если посмотреть По общей ценности То сейчас Два основных героя Команды Сикрет Практически не остают От алхимика Это хороший знак Понятно что алхимик Сейчас будет отрываться От них Но тем не менее Все верно Все верно Все верно Все верно А Кстати 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 Посмотри Наверху Хотят встречать Виспа Судя по всему Не знаю Не Висп... 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 Золото Больше золота Но тем не менее Опыту выгоднее Да Катапульта Опыт Катапульта Рdo question Висп... Talent Золото КП Висп... Золот среди От апелекается Иннокласс Зовера Висп... Очень grey А где Сейчас что-то мы увидим интересное в исполнении NAP. Уже приготовился страйк. Мид-1. Но пока что Кезу один на верхней линии. Кентавр может быть в опасности. Но есть Пайлайдай, кстати, неподалеку. Он даже увести может в случае чего. Одна секунда перелокейта остается. Заметил виск-сэмочку. Сейчас, возможно, последует свап. Ой-ой-ой, прервал Дезер. Хорошо. Хорошо, ты какой-то роман. Получилось, но параллельно, Кирилл, параллельно внизу убивает Синдерона. Команды Сикрет и хуже под вовышку. Размен не очень хороший для NAP, учитывая, что они потеряют Т2 внизу, а сами заберут Т1. Все верно. Все верно. Подтягивается Трикси вниз, но в одиночку он тут ничего вообще не сделает. Принкс-смэмом Сикрет. Это минус вышка. Свою верху тоже теряют Сикрет, но они сделали куда побольше. Матта плане для себя. Нельзя терять такие объективы, NAPAM. Их вот постоянно давят, давят. Кажется, что у Сикрет не тот самый пик, с которым можно прям так давить и забирать вышки. Но им это удаёт. Опять же, классный старт, видишь, и тот же Иглокер шикарно просто нафармил. Он неплохой пушер у своей команды. Кентавр, если тоже где-то там старается, что они все вместе втроём работают по вышке. Но в итоге даже она падает. Так, подтягивается сюда Титан. Команда NAPI готова атаковать. Но вышку уже потеряли. Неплохой тиммейт по Тингеру, но больше никому не попадает. Не хватило Дарксира. Конечно, под такие комбинации было бы здорово даггер иметь Дарксиру в последующем. Но пока хотя бы стартовые артефакты получить. Не идеальный фарм у Трикси далеко. Заметь, что Трикси решил не покупать Мекку, а купил Доминатор. Я вообще в последнее время отмечаю, что это не постоянно происходит. Не знаю, какая-то такая тенденция. Интересная. Интересная тенденция. Я недавно играл против своего же тиммейта Лолика. В паблике он играл на Дарксире. И вот он за игру 4 или 5 раз стянул от своего же Кентавра 4 людей и застанил. Это было круто. Но я выиграл. Я выиграл все равно. Мне кажется, да. Такие возможности открываются, конечно, для Дарксира. Но тем не менее, Мека для команды тоже что-то весьма полезно. Как бы там ни было. Ну, возможно... Нет, так Мека была. Можно сочетать просто. Брать и Мекку, и Доминатор, понятное дело, Грифзы в последующем. Он, по идее, так и сделает. Вопрос только приоритетов здесь. Возможно, в Драке бы, как это сейчас, могла бы не помешать Мека. Но с другой стороны, и Драке мы особо хорошего не видим. Сикрит пока просто обкатывают аккуратно. Свап ОМП. Есть инушение. Утимейт Кристал Мэйден. Но очень больно Тимберу ОМП. Никто не отпустит. Хорошо. Ну, я бы не сказал, что они без труда забрали они Тимбера. ЦМК много урона нанесла Тризинг Филдом. 712, если Мэйден, да, внесла в общей сложности. Но главное, что убили. Это герой первой позиции команды Сикрит, между прочим. И что немаловажно, Кирилл, у него был Бладстол. Да, но... Он потерял стаки, да. Но чем дальше игра заходит в лейт, тем сложнее будет убивать этого Тимбера. Если они сейчас такие проблемы испытывают, что будет дальше? Ну, я повторюсь, моя мысль остается прежней по поводу Ленги. И мне кажется, этот пик, возможно, не самый однозначный для NAP. В остальном, в принципе, когда как-то наберет Лалхимик. Но Лалхимик тоже не самый эффективный герой для убийства Тимбера, если так вы говорите. Есть в этом доля правды. Кстати, можем даже теорию, возможно, какой-то КБ будет Тимбером в этой игре. Вполне резонно могло бы это быть. Да, здесь хватит лотуса. Пайп лотуса. Ну, пайп будет, скорее всего. Если будет, то на Кентавре. Вот, кстати говоря, у Кентавра до даггера остается 260 монет. Да, не будем забачивать еще... И вот как только появится даггер, очень будет сложно нападать на вышки ребятам из NAP. Да, и не будем забачивать, что Аганин тоже появится скоро. То есть это вот все следующее будет еще хуже. Усуббит ситуацию. То есть Тимбера будет убить еще сложнее. А еще этот же Тимбер под виспом. Ух. Пупей выведет сейчас на Сентри Мартину. Классный Спайкерп и СМИ ответочка от команды Смик. Какое оглушение от Пупея по троим персонажам. Минус три от Сиквит. Просто в мгновение ока стерли команду NAP здесь. Знаешь, когда тот случай, когда встречаешь Никса, вроде как на Сентри, вроде как доволен, получаешь Спайкерп и СПТ по троим. А потом ты понимаешь, что это был поворот не туда, не тот переулок. Вроде ты радостный, говорит, у нас Сентри, ребят, все под контролем, не боимся. А тут такая КОП-компания выдвигается. Да, 500 золота остается у инвокера, да. Аганима. Ну, переигрывают на всех частях карты. Переигрывают жестко, да. Кстати, да, по поводу Аганима на инвокере 400 монет. Здравствуйте. Ох уж эти Сиквит. Ну, я бы сказал, что на классе. На классе переигрывают. Интересно, врачом дыхании. Казалось бы, у NAP довольно тоже активный пик, но действительно, благодаря своим перемещениям стартовым, благодаря тому, как играл Пайлайдай с Пупеем вначале, NAP просто оказались загнаны в угол. Они должны работать были больше по боту. Стараться, вот, с таким пиком венги, надо стараться забирать вышку. Перемещаться дальше по карте. Сантрайк под оглушение Пупея. Венга взстряла. Пуще подтягивает Стидер. Который могут забрать, но неплохой прокаст. Идет вот NAP. Пи-свап был использован. Ну, кстати, спасает венгу в итоге. Этот свап. Ну и плюс хороший прокаст был от союзных персонажей. Вот стяжку. Пупея тут немного страдает, но прожимает карапаса и бежать. Фростбайт от Кани. Пи-эдобьют. MP тоже может встрять, кстати. Накручивает алхимик. Unstable Concussion. Забрасывает по MP. Ну, Динай делает. Вполне логично. Тимбер. Мог бы и не сделать его, если бы влетело оглушение от алхимика уже. Хорошо сыграли. Здесь комбинация сработала. И Хани урона прописал немало. 1600 урона от Crystal Maiden в этой драке. На секундочку. Да. Только что не показывает, от какого ресурса больше урона нанесло. Ну, давай будем откровенны. Freezing Field здесь, я думаю, в любом случае процентов 7. А вот нет. А вот нет. Нет. Он заюзал, наверное, 3 фростбайта. И фростбайта даун-даун, это правда. Или 4 даже, может. Алхимика забрали. Не вижу, пока мы разбирались с уроном Crystal Maiden. Кстати, да, ты верно подметил, потому что я давно говорю о том, что такая опция была бы очень неплохой. Посмотреть, какой ресурс нанес сколько урона. Причем показывать и урон с руки, например, если это коров касается. Интересно было бы посмотреть. То есть наводишь, например, на способность, и видишь, сколько он в итоге там использовал ее нанес. Ну, и сколько разный использовал, соответственно. Нет, интересно, почему в данном лайнапе Хани только сейчас скачнул Crystal No. Даже в единичку. Это раньше. У него сейчас, кстати, могут быть неприятности. Команда NIP, Пупей уже здесь. Казалось бы, атакуют сами NIP, но они в ловушке уже. Беспа атакуют. Беспа могут забрать. Пупей отлично работает по Crystal Maiden. Не дает в обиду Пайлайдая. Синдерен тоже встрял, похоже. Санстрайк под Викси. Викси пока что жив. Бланды Пупайфер-класс тоже не точный. Утимейт от Титана. Но при этом, как обычно, Пупей работает через Пайдкерп и забирает Титана, но сумел спастись Трикси на Дарксире. Слишком хорош нюкс против героев NIP. Он может бежать в инвизия, просто нажать Скоропасси и сбить им все, скажем так, все их раскасты. Если Дарксир, допустим, стягивает нюкса с включенным Скоропасси, то он не сможет там стенку адекватно дать. Семка тоже не сможет раскастоваться. Алхимик там засранится от Радианца. Да, верно. Подмечали мы это еще на стадии драфта. Так, и работает. Все весьма логично. Счет 7-14. Перефарм на данную минуту составляет уже 6 тысяч для команды Сикрет. По опыту они тоже впереди. Ну, опять же, 6 тысяч, потому что алхимику NIP. Здесь алхимика перефарм был бы весом. И множество золота команды NIP как раз алхимик. Знаешь, что заметил, что NIP не умеет играть в хорошего и плохого спорта. Вот смотри. Они Штаценко покупают... Они оба, да, я понял о чем ты. Они оба ничего не имеют. Вот к чему ты ведешь. Да. Все верно. Слушай, Пупей готовит вновь атаку. Но, кстати, подозревают. Подозревают, что Пупей где-то рядом. Поставили сентр. Но Пупей уже инициировал в Дарк Сира и выстирают. Очень быстро. Подтягивается Тимбер. Получает оглушение. Ха не дает ультимейт. Мфин. Свап от Венги. Очень хороший. Равнофь сыграл. Замечательно. Ультимейт пошел от Синдера. Этого не достаточно. Пытаются и добить Тимбера, но урона не хватает. Тарк Сира здесь явно не мешало бы иметь. И прокаст ответный ход Инвокера через инициацию Кентавра. Ищи забирает Венгу. Минус два от Сикрет. Дальше Сетва будет разрушена. Красиво, одним словом. И все, что делает Пупей в этой игре в основном. Вот это описывается словом. Красиво, качественно, грамотно. Знаешь, раньше Пупея можно было в игре просто не заметить. Кто-то играл там на пятерочке. Играл так, скажем, непосредственно, хорошо всегда. Но вот саппортов вообще тяжело как-то отметить. Зачастую ты говоришь Миракл, как же он играет. А вот здесь явно МПП и Сикрет являются Пупея в игре. Да, единицы сейчас на мировой арене в саппорт позиции могут делать какие-то феноменальные вещи. То есть все делают неплохо, да, но есть люди, которых мы отмечаем всегда. Типа Крид, Джеракс, да, вот эти товарищи в основном. Что касается этой игры, да, здесь можно действительно отмечать Никса. Но не стоит забывать и стартовую работу Пайлайдая вместе с Никсом. Вот он был, скажем так, фундаментом для последующих действий игры. Все верно. У них два Мидаса вот за то теперь. И у Никса, и у Пайлайдая. Да, и причем это... Интересно. Это такой даже своеобразный план Бейс. Если тут что-то пойдет не так, у нас всегда будут деньги. Мы всегда будем зарабатывать. Нам абсолютно плевать вообще. Мы будем играть агрессивно, мы будем играть нагло. Вы нас не накажете за это никак абсолютно. Еще интересным фактом является, что и у Никса, и у Виспа одинаковый прирост к золоту на 20 левеле. Выходят по экономике. Да, верно. Слушай, там у нас драка ввязалась вновь. Вновь, он кентавр. Он не тянулся как хотел. Саддиазер нажимает ультимуэль. Хорошая стяжка от Дарксира. Но, это не с продолжения. Это просто стяжка под стенку. Никто ему здесь не помог. И сам Дарксир погибнет, скорее всего. Пикси не отпустит. В итоге. А еще с холдснэпом заряжает Мидван. Параллельно Пупея забирают НИП, к слову. Да, на Пупея за спейс крейтел жестко. Пойква разъезжается в Биспва. Неплохо атака уже на самого Койку. Койку свап от Венгин. Это такой похоронный свап на самой Венгин. Койку проложает драку. Очень активно играет Койква. Но, кстати, Койку может оплатиться за эту агрессию. Потому что есть герои, которые могут нанести по нему немало урона. Работает по нему МИП. Еще один холдснэп от Мидвана. Это минус Бойква. Ханни кастает ультимейт. Ультимейт был сбит кентавром через Юл. И Ханни тоже погибает. Минус 4 от коллектива Сиквит. В общей сложности. Хорошая работа. И немножечко переоценился возможности на мой взгляд Алкинин в последнем эпизоде. Знаешь, тут вся проблема была в том, что изначально я хотел сказать, что у Пупея сейчас мы его перехвалили. Но, несмотря на то, что у него не все удалось. Не удалось там сбежать в спину грамотно, дать какой-то стан. Он на себя стянул четырех героев и где-то держал их на протяжении секунд 15. А в это время убили Дарксира? В это время убили Дарксира. Разменялись на Виспа. Точнее, разменялись сначала на Липса, потом Дингу разменяли на Виспа. Как раз таки получается был размен два корня на два суппорта и просто тем себе задавили. Ну и да, Алхимик себя переоценил. А с другой стороны, понимаешь, вот я говорю, переоценил Алхимик и ты подтвердил это. А с другой стороны, вот он, ну нужно было рисковать в этой ситуации. Нужно было просто. То есть Драка закончилась бы ничем, так она, конечно, еще хуже закончилась. Но если бы вдруг зашло, вот просто повезло. Возможно, это бы там Сиклет не доиграли. Конечно, маловероятно, но всякое бывает. Атака от команды Сиклет в центре. На Трикс, Трикси. Вновь перегибает. Хорошая торнадо. Помни стал Мэйден. ЕМП. Туда же Хани тоже отправляется в таверну. По идее, след за своим союзникам. Немного не попадает. Человек дамом Тимбер, кстати. Раны я похоронил Хани. Да и хорошо сыграл в этой ситуации Синдерон. Хани выжил. Хани выжил. Но Хани все так же покупает ворты и вбрайсер. Как и Синдерон, впрочем. Ну, так не выиграть, я считаю. Я очень хорошо помню того же Синдерона на Ти-6. Я очень хорошо помню постоянно бедство этого героя. То, что этого игрока он постоянно был в последней позиции. Всегда. В любой из игр он был в конце таблицы. Как хорошо его команда не играла. Выигрывала, проигрывала. Неважно абсолютно. Синдерон такой персонаж, такой игрок. Который попросту вот по складу своему. Он играет постоянно на команду только. Он не зарабатывает. Он даже не особо это умеет делать, мне кажется. Может и умеет, но не делает, по крайней мере, в играх. Особо. Так, поймали Веспа. Неплохо. Есть какое-то убийство для NAP. Можно бы куда-то даже девушку забрать вверху. Это опасное действие. Нет, они идут в Рошана. Но в Рошана... Не менее опасное действие. Это очень спорно. Опять же, смок, который потрачен на каких-то соло Веспа. Ну, так вышло, что они убили только Веспа. Да. Так себе. Сейчас будет попытка задавить Рошан. А, уже Крам залетает. Есть Торнадо из Уокера. Немного не точная. И он поворачивается. Ой, его просто стирает. MP. Как же хорошо сыграли здесь Сикрет. Ну, и куда-нибудь, где-то сколько в этом эпизоде вообще. Он просто замкнут. Да, не поймал под оглушение Кентавер. С настройки Канни забирает. Утимейт тут Синдерона. Пупей. Синдарапас нажимает. Оглушил Титана в итоге. Поймал еще и Вингу под оглушение. Здорово. Пупей. Ну, этот купей отыгрывает, что надо. Подняли Кюни Титана. И его после приземления тоже убивают. Минус 4. Вот Сикрет. Да, не нравится. Как играют очень Сикрет. Мне нравится покупка линки на инвокере. Вот он просто бегал вокруг Рошана как бесстрашный. Потому что у него линка. И никто его не может прицепить. Не может ему ценка дать колбу. Не может линга подстанить. Не свапнуть. Ничего. Что-но верно. Да, наверное. И Д3 уличка ломают Сикрет. Вот он. Драфт Сикрет. Которого мы говорили. Неоднозначная вещь. Но с другой стороны в исполнении малоизвяток вообще в этой игре. Но я все еще остаюсь сторонник от того, что у них немножко работе в конце с своим драфтом. Поймали Дарксира. Сейчас рамз отстрайк. Их все неприятности. Святыня спасает его. Но по атаке Святыня не спасает. Это уж точно. Знаешь, я бы сказал, что... Но чтобы выиграть НИП, им нужно хорошо исполнить. Классно! Врывается Кентавр. Хороший прокаст от МТП. Туда же забрасывает и инвокер. Так вот, о чем это я? Чтобы выиграть НИП, нужно хорошо исполнить. Но чтобы выиграть Сикрет, нужно исполнить слишком хорошо. И они с этой задачей справились. Но к НИП действительно есть претензии не только по поводу пика винге, а по поводу того, как они отыгрывали начало. Опять же, если понизлик напили этого Кентавра, постарались кушать вышку. Свинг-бой именно так и играет. Ты ломаешь объектив, перетягиваешься, помогаешь на другой линии, ломаешь кальшку. Не можешь любой фармить, не тот персонаж, который фармит. Что ж, гуд гейм, друзья. Первая карта за командой Сикрет. Но напоминаю, что плей-офф у нас с матчей Best of 3. Плюс по всему, это Double Illumination сетка. То есть, в принципе, ты не вылетаешь сразу. Если я верно помню все, да? Я прав, Кирилл? Все верно. Да, отлично. То я в этом шальном графике могу что-то и забыть. Ну, в общем, друзья, действительно, к Сикрет претензий минимум. Вообще, парня отыграли что надо. Вопросов много не возникает. КНП Кирилл верно подметил, возможно, стоило больше агрессии в сторону Кентавра вначале проявлять. И вот Синдерен, который делал, казалось бы, вначале, ну, сомнительно полезные вещи, учитывая, что он там за инвокером пытался бегать вначале, он в верхнюю линию перемещался. Здоровье много потерял от Никса вначале, если вспомнишь. Вот самое первое перемещение Титана. Если бы, возможно, втроем сразу взялись за Кентавра, более активно его прогоняли с линии, тогда было бы больше толку. Но когда Кентавра не трогали, когда не трогали Вис Павлису, когда не трогали легкую линию особо, эти герои собрались вместе и начали насиловать уже команду НИП. Тут больше вообще, если брать пик команды НИП, я бы все-таки в вопросике поздавал Элдер Титану и его целесообразности пика. Не то, что в Эвинге, а вот именно Титану. Сомнительный персонаж. Очень редко, когда может зайти в игру, на мой взгляд. И еще и такое исполнение говорит о том, что действительно спорно. Спорно его существование в данном комплекте с персонажами НИП. Да, но тем не менее, я думаю, что при должном исполнении могло бы получиться чуточку получше. В общем, надеемся, что НИП у нас выводы сделают. Команда это, ну скажем так, игроки этой команды, будем так выражаться, не молодые далеко в плане опыта своего игрового. Поэтому нужно подумать просто, что пошло не так. Исправить, возможно, ошибки. Но, если честно, Secret пока смотрится на голову сильнее своих оппонентов. Посмотрим, как будет дальше. Предлагаю уйти на небольшую рекламно-музыкальную паузу. И вернемся к вам уже через 5 минут со второй картой НИП.